В соответствии с решением рабочей группы, при возникновении таких ситуаций, так как данные полномочия исполняются федеральными и областными структурами, находящимися на территории района, данная информация для принятия мер реагирования своевременно была доведена до руководителя Северного территориального отдела по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, представителя Левобережного отдела управления экологического надзора Министерства природных ресурсов и экологии, через дежурную службу 01 до противопожарной службы и руководителя отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России в Саратовской области города Булакова, а также руководителя МКУ ДХБ для специалиста по охране окружающей среды, для согласования их действий с вышестоящим руководством по принятию мер реагирования. Также для доведения информации сегодня на ПДС была приглашена руководитель специализированной станции «Озерная» города Булакова с информацией, имели место превышение опасных концентраций различных примесей в приземном слое воздуха и его состояние на указанный период. К сожалению, данный руководитель сегодня на ПДС к нам сюда не пришел. Я считаю, что основная причина, чтобы никого не секрет, сейчас отходы растительности и плюс погодные условия. Приземственная инверсия была, идет сжигание у нас листвы и растительных отходов. Дело в том, что, к сожалению, у нас в лаборатории не оснащена тем оборудованием, чтобы выехать и вот это все замерить. Это я разговаривала уже с главным врачом-прокурсом Яной Борисовной, ее здесь, к сожалению, сейчас нету. Поэтому, если нет источника, нету тех именно показателей конкретных веществ, на что надо отобрать воздух и кто это сжигает, наша работа как такова и бессмысленная. Вот, и очень эффективные меры, это молодая гвардия, вот глава на окно. То есть, они рейты ночные вот эти провели и займется у нас в июле, автор, стишина была. Мы поняли, что все на кого-то куда-то чего-то перекладывают проблемы, решение проблемы так и не увидели. Что будет запахом в городе, как будет решаться проблема? Просто не наносим окна, не открываются. Решать нечем. Что делать? Будем искать источники всеми возможными силами, которые находятся на территории города Балаков, Балаковского района и Саратовской области. Муниципальные, областные, федеральные структуры, все будут работать в этом ключе. Вопрос крайне важный. Самая основная задача найти источники, реальные источники, которые дают такие неприятные запахи. Но мы тоже должны понимать, что чем больше мы сейчас об этом говорим публично, тем больше те, кто приносит вред, сейчас будут уходить, так называемый, в тень, прекращая деятельность. И я думаю, что в ближайшие дни наша работа будет слаборезультативной.